Итак, здравствуйте! Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня по многочисленным вашим просьбам мы в очередной раз вернемся к фигурке с выступом животика и поговорим о том, как же нам упаковать такую фигурку, как ее принарядить таким образом, чтобы было симпатично, не было лишнего никакого объема и чтобы все сидело на своих местах и не создавало нам каких-то заломов, перекосов и различного рода неприятностей. Для того, чтобы погрузиться в эту тему основательно, я хочу вам показать следующее. Сейчас мы возьмем ручку. Наверное, даже возьмем фломастер. Не знаю, что лучше взять. Посмотрите, я изобразила обычную фигурку. Когда у нас вот такая фигурка и мы шьем ей платьице, ну, вот такое платьице, например, да, то боковой шовчик идет вертикально по ноге и линия низа параллельно полу. Это выглядит нормально, это выглядит привлекательно, это выглядит правильно, это хорошо. Когда у этой девочки вырастает вот такой животик, она может быть побольше, может быть поменьше и становится немножко, фигурка становится, как говорится, немножко беременной, да. Вы видите вот это изображение этого тела, так? Тогда платьице, которое мы ей сошьем, оно, как правило, чаще всего задирается вот здесь вот впереди, животик поднимает это платьице, линия низа становится не параллельно полу. И это очень плохо, потому что эти изделия, сидящие вот таким вот подобным образом на фигурке, какая бы она ни была, всегда искажают эту фигурку, всегда выглядят нелепо, некрасиво, и этой истории надо всячески изгибать и избегать, поэтому это плохо. С другой стороны, надо что-то сделать с этим большим платьем и с фигуркой с животиком для того, чтобы форма вот этого низа и бокового шва, посмотрите, как здесь боковой шов идет, он снова выправился, и линия низа стала параллельно полу. Да, животик остался, но вот эта история выглядит гораздо привлекательнее, и это для нас хорошо. Давайте же разберемся с самого начала, что происходит, почему очень часто даже промышленность шьет вот такие вот, мягко говоря, неправильные, с точки зрения конструктора, дизайнера, художника-модельера, портного одежды. Итак, для того, чтобы это понять, сделаем маленький экскурс в нашу историю. Смотрите, вы все знаете, как я снимаю мерочки. Полуобхват груди, полуобхват талии, бедер, ширина груди первая, ширина груди вторая, расстояние между центрами груди, ширина спины, длина изделия, ширина плеча, длина рукава, хват плеча, ширина рукава внизу. И последние нам сегодня интересные мерочки, называются они балансовыми. Это когда длина до талии по спинке, затем пишется высота плеча, косая переда, затем высота груди, длина до талии по переду и высота плеча, косая переда. Так вот, вы тоже все знаете, кто следит за моими публикациями, кто занимается вместе со мной, кто учится этой профессии, буквально вот здесь вот на ютубе по интернету. Вы все прекрасно знаете, что всякий раз, когда я сниму мерочки с фигурки, я определяю баланс. Зачем это мне нужно и что такое баланс? Напоминаю, баланс это когда длины талии переда, мы отнимаем длину талии спинки, длину талии до талии по спинке, и получаем какое-то значение. Если это значение баланса находится в интервале от 1 до 3, то осанка фигурки считается обычной, нормальной, ничего особенного в ней нет. Если значение баланса больше 4, то фигурка считается, осанка считается перегибистой, потому что длина передней половинки увеличена. И если значение баланса меньше единицы, например, ДТП и ДТС одинаковые, тогда значение Б будет 0, тогда фигурка считается сутулой. И по моей методике, по моему безлекальному методу кроя, по моему жизненному опыту, я убедилась в этом много-много раз на практике, вы будете удивляться, кто слышит это впервые, но на самом деле, когда я определяю нагрудную выточку, то есть наши выкройки, они зависят как раз от осанки фигурки. Мало кто это учитывает, но тем не менее, давайте все-таки на этом мы остановимся и сделаем определенный акцент, потому что сейчас будем об этом говорить дальше. Так вот, влияет наша осанка на раствор нагрудной выточки. Я его считаю практически так же, как все в едином методе конструирования одежды, он так считался. Это ШГ2 минус ШГ1 умноженное на 2 и плюс 2 сантиметра. Но, если наша фигурка, осанка у нее, вернее, будет обычная, расчетная, то нагрудная выточка такой и остается. Как правило, остается такой редко, когда меняется. А вот если у нас осанка будет перегибистая, для того, чтобы не было заломчиков, когда баланс у нас будет больше 4, то нагрудную выточку приходится увеличивать. А когда фигурка сутулая, то эту выточку приходится уменьшать. Сейчас покажу это на примере. Ну, и почему вот это все приходится нам делать? Потому, чтобы в конце концов у нас всегда на выходе, в нашей базовой конструкции, нарисовалась вот такая вот правильная пройма. А правильная пройма, это точка P2 на спинке и точка P1 на полочке, она всегда изображается таким образом, что задняя точка P2 у нас повыше, чем передняя точка P1, от 1 до 3 сантиметров. Если это условие выполняется, мы считаем, что пройма правильная и наше изделие сядет на фигурку без всяких неприятностей. Вы не будете ничего ровным счетом править. Еще на характеристику правильной проймы влияет наличие прямых углов в точке P1 между плечиком и проймой со стороны спинки и в точке между плечиком и проймой со стороны полочки. Это боковой шов. Вот критерием, всегда критерием про законченности построения выкройки для меня является вот такая вот правильная пройма. Но это, так сказать, общий повтор общей моей такой концепции построения, базовой конструкции. А сейчас вернемся к нашей вот такой вот не очень правильной фигурке. Посмотрим на следующую историю. Значит, давайте разберемся прежде всего с мерками. Мы снимаем мерочки. Грудь, талия, бедра, все как обычно. Все как обычно. Но если фигурка у нас стала с животиком, да, по линии талии во время снятия мерочек мы завязываем шнурок. И этот шнурочек у нас всегда параллелен линии низа. Почему? Да потому, что именно в этот момент мы определяем осанку фигуры. Как она у нас определяется? Вот высшая точка плеча. У основания шеи по плечевому шовчику она находится. Да? Вы берете сантиметровую ленточку или так называемое наше плечико и ведете ее вот таким вот образом. Вот сюда. Доходите до шнурочка по линии талии. И мерка эта будет называться ДТП. Длина до талии по переду. Как вы меряете мерочку по спинке? Вы из этой же точки ведете свою сантиметровую ленточку доводите ее до шнурочка до линии талии. И эта мерочка у вас называется длина до талии по спинке. Идет она параллельно позвоночнику. И вот теперь смотрите. Если фигурка у нас обычная то ДТП, например, 44 сантиметра а ДТС 42 сантиметра. Разница 44 минус 42 сантиметра. Характеристика фигурки осанка обычная. Потому что значение буквы Б у нас попало в интервал от 1 до 3 сантиметров. Хорошо. Когда наша фигурка стала немножко беременность, беременная с возрастом или действительно по такой причине, то посмотрите, что происходит. Вы обязательно завязываете вот этот шнурочек параллельно линии низа. Животик не дает вам это сделать. Он будет у вас, вот этот шнурочек просится наверх все время. Соскальзывать будет вот с этой линии. Его надо завязать туго, надо завязать крепко. Нельзя использовать в этот момент какую-то резинку, потому что она будет скользить. От этого пойдет искажение наших мерочек, искажение осанки и, соответственно, не будет получаться у нас фигурка, выкройка и ваше платьице. Понимаете? Поэтому шнурочек выбираем хлопчатобумажный, как я уже много раз повторяла. Желательно брать какой-то шнурочек от кроссовок. И мы измеряем мерочку ДТП. Опять у точечки, у основания шеи, высшая точка плечевого шва, мы сантиметровую ленточку через грудь ведем таким образом, чтобы она у нас дошла до линии, до шнурочка, до линии талии. И вы видите даже на глаз, что вот эта мерочка ДТП, длина до талии по переду, она уже подлеснее немножечко, потому что вот этот животик вырос и длина на 1, 1,5, то и 2 сантиметра может стать больше. А что случилось с линией с длиной, вот с этой мерочкой, с длиной до талии по спинке? Она осталась у нас неизменной. И получается, что ДТП у человека с животиком, с выступом живота, стало 46 сантиметров, ДТС осталось 42 по-прежнему, а баланс получился равный 4. Берем 46, отнять 2, и уже осанка фигуры получилась какая? Перегибистая. Вот это вам немножко теории. Посмотрите, если у нас осанка больше 4, то фигурка перегибистая. А теперь вернемся вот к этой нагрудной выточке. Да? Если у нас осанка обычная, нагрудная выточка расчетная. А если осанка у нас перегибистая, то нагрудная выточка увеличивается. К чему я это все рассказываю? К тому, что, оказывается, для того, чтобы сделать основу нашего платья, базовую конструкцию нашего платья, нужно изменить ее таким образом, чтобы там увеличилась вот эта самая нагрудная выточка. Для того, чтобы обеспечить выступ на животик, нужно увеличить нагрудную выточку. Несмотря на то, что грудка маленькая, вот вы видите здесь, да, тем не менее, а большой у нас животик, тем не менее, мы должны увеличить вот эту самую нагрудную выточку. Вот к такому открытию я интуитивно пришла, надо сказать, ну, чуть ли не в детском возрасте, когда мне еще было лет 20, 20, вот так вот, может быть, чуть меньше. А теперь давайте посмотрим и вернемся еще вот сюда. Что? Сейчас мы это все посмотрим прямо в выкройках наших лекалов. Так, время летит стремительно. Посмотрите. Итак, у нас вот такая история. Вот этот вариант у нас плохой. Давайте вернемся сначала к варианту, когда у нас нет животика. Если у нас животика нет, мы сейчас положим это вот сюда. Так, ну, вот опять запрыгала у нас наша камера. Ай-яй-яй. Это ну, дождемся. Не любит. Ну, ладно. Будем вот так вот держать. Вот так вот будем показывать. Смотрите, если первый случай, когда у нас с вами нет животика, наша выкройка выглядит вот таким образом. У нее есть нагрудная выточка на передней половинке и какая-то выточка на лопаточку. Но спинка нас тут интересует мало. Когда животик появился, и ничего особенного, и баланс здесь 2 сантиметра, полочка подлиннее, чем спинка, баланс это вот это вот расстояние, длина вот от этой точки до линии талии ДТП. ДТП у нас здесь 44, да? А на спинке длина до талии по спинке параллельно позвоночнику меряется. ДТС у нас 42. И баланс равен 2. И вот такая у нас обычная выкройка чертится. Посмотрите, как выглядит при этом пройма. У нашей проймы точка П1 ниже, чем точка П2. И это хорошо, потому что вот такая вот выкройка сразу сядет на фигурку хорошо, и вы ничего не будете здесь переделывать. А теперь, когда у нас появился вот здесь животик, значит, соответственно, такое узенькое платье нам не подойдет, и мы получаем другую выкройку. Посмотрите, какую. Теперь у нас выкройка вот такая. То есть я добавила по талии, по бедрам добавила для того, чтобы широкая нижняя часть у нас поместилась. Выбрала прибавки, соответственно, измерила вот это все, и вы знаете, как это делается. Вверх остался неизменным. И когда вы ничего не делаете вот с этой базовой выкройкой, не замечаете, что у вас длина переда до талии стала больше, а берете свою старенькую выкройку, допустим, и просто-напросто ее расширяете, потому что появился животик, да, верх-то у вас не изменился, вот как я здесь в этом случае сделала. Что у вас происходит? Так как баланс не изменился, то ваша вот такая вот широкая платьица, которая здесь есть, с правильной проймой, посмотрите тоже, какая правильная пройма, да, у нас получилась, чтобы ее было видно, вот так вот можно сделать. Видите, какая хорошая, правильная пройма. Выточка прежняя, и это прежняя выточка, да. И ваше изделие животик вытолкнет вперед, вот эта линия задерется, линия спинки провиснет, а боковой шов пойдет по наклонной. И это будет брак в работе. Первое, что вы захотите сделать, если допустите это уже в ткани, вам захочется вот эту, вот этот боковой шов, шов, вот этот боковой шовчик приподнять вверх. Вы заметите, что если вы вот так вот берете пальчиками и поднимаете вверх вот этот шовчик, полочка у вас сразу разворачивается, боковой шов становится вертикальным на свое место, и полочка разворачивается, и вот этот вот хвостик пропадает, а идет очень гладко и отвесно, и соответственно выравнивается линия низа. Вот такое движение наверх, вот такое движение наверх, вам хочется произвести, вот на выкройках теперь это смотрим, вам хочется произвести вот здесь. То есть, так как, на самом деле, чтобы сохранился вот этот баланс, вам нужно было на нашей, на вашей базовой конструкции отложить не 42, а уже вот 44 сантиметра, вот где линия талии, новенькая, да, то, по сути дела, вам нужно было, вам нужно сделать вот такое действие. Видите, какое действие, да? Вот такое действие. То есть, линия талии спинки совпадает с новенькой линией талии, да? Но что происходит с проймой? Проймочка наша, вот я так на расстоянии положу, видите, она стала неправильной. То есть, длина передней, если вы просто возьмете, вот так вот срежете, да, длина передней половинки проймы, вот так срезать, как бы можно эту ступеньку, она станет немножко больше, чем длина задней половинки проймы, что абсолютно нам не хочется, чего нам абсолютно не хочется. То есть, критерий не выдержан. Правильной проймы у нас не нарисовалось. И это будет очень плохо. А что же сделать, чтобы это все-таки получилось? А посмотрите, что. Что я сейчас сделаю? Я возьму и добавлю раствор выточки. Посмотрите как. Так, да? И здесь. Так вот подрежем, чтобы не до конца. Посмотрите, что нам талию нужно уравнять. Ну, вот так вот будем, например, так смотреть, что пусть талия у нас будет на одном горизонте. Так? Как это сделать? Не надо трогать пройму. Посмотрите, что я делаю. Я немножечко вот так вот, вот такое движение делаю, да? Я сделала вот такое движение. И вот эти точечки, вот, я установила на одну линию нижней точки проймы, полочки и спинки. Они на одной линии у меня находятся. Сейчас. И длина боковых швов, посмотрите, стала одинаковой. Видите, как хорошо? Длина боковых швов тоже стала одинаковой. И если я проверю свою пройму, посмотрите, какой красивой стала пройма. И вот это все вместе даст мне вот эту конструкцию. Вот и все. Все рассуждения мои, которые были до этого, все рассуждения, которые были до этого, они все, оказывается, подтвердились. Что у нас получилось в конце концов? Посмотрите, что получилось. Что наша выточка, она стала больше. Вот этот плюсик появился. Вот этот плюсик. Видите, то, что я вам рассказывала, как говорится, в теории, да? Мы с вами увидели это на практике. А что дальше? А дальше вот так. И это линия талии. Вот я хочу вам просто убрать вот это, чтобы не было, да? И показать. Посмотрите, насколько стала больше ваша нагрудная выточка. Вот насколько она стала больше. Вот это все получилось. Увеличение. А что получилось со спинкой? А со спинкой получилось то, что вот у нее линия талии. Мы осноровим вот этот вот участок. Вот этот вот участок мы внизу подрежем. И выглядеть это будет вот так. И вот так. Ну и, соответственно, здесь тоже будет у нас выточка. И вот так. Ручки дрожат у меня. Хочу побыстрее сделать, чтобы вас не задерживать. Талия. И вот так вот талия. Посмотрите. Ну и здесь вот, соответственно, эта выточка, она не меняется. Она как была, так она останется. Вот и все. И вот в таком варианте у нас с вами получится правильная, нормальная пройма. Ну, ручки дрожат. Вот подрисовать не очень ровненько получилось. Но, тем не менее, я думаю, что вам всем стало понятно. Итак, вывод, который мы все это истории сегодня с вами должны сделать. Какой же вывод мы должны сделать? Мы делаем вывод следующий. Что? Для того, чтобы получилась правильная, хорошая, базовая конструкция на фигурку с животиком, чтобы не задиралась платьица вот таким образом, а чтобы оно развернулось, нужно вводить как бы выточку дополнительную на животик. Вот если бы я здесь сейчас забрала вот так выточку, да, из бокового шва придумала выточку на животик, у меня бы тоже укоротилась вот эта линия. Но мы не можем шить выточку на животик. И поэтому выточку на животик мы перевели в нагрудную выточку. И она стала больше, а потом ее схлопнули. То есть мы на самом деле выточку на животик добавляем в раствор нагрудной выточки. Вот такое чудо происходит у нас, когда мы работаем с подобного рода фигурками. Ну и следующая наша задача будет ответить на вопрос, а какие же платья подходят вот такой вот девочке с таким животиком, а все те же самые платья ей подходят, которые подходят фигурке с большой нагрудной выточкой. И более подробно и на конкретных примерах мы с вами поговорим в следующей части, потому что опять время наше закончилось. Мы с вами расстаемся. До следующих встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Продолжение следует... Продолжение следует...